Итак, в чем же политика? Вот что, так сказать, конкретно сегодня... В чем обвиняют Платошкина, и что вы видите и понимаете? Ну, Андрей Викторович, его обвиняют... Вот я сейчас медленно зачитаю, вот еще раз это обвинение, если не возражаете. Платошкин Николай Николаевич, являясь лидером общественно-политического движения за новый социализм, в марте 2020 года более точное время не установлено, в неустановленном месте вступил в предварительный сговор с неустановленными лицами из числа участников общественно-политического движения за новый социализм на склонении и иное вовлечение лиц к совершению массовых беспорядков в субъектах Российской Федерации, сопровождающихся насилием, погромами, поджогами, уничтожением имущества, применением оружия, взрывных устройств, взрывчатых, отравляющих либо иных веществ предметов, представляющих опасность для окружающих, оказание вооруженного сопротивления представителю власти посредством публичного распространения заведомо ложной информации о принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения и территории, приемах и способов защиты от обстоятельств, представляющих угрозу жизни безопасности граждан в период распространения в Российской Федерации новой коронавирусной инфекции. Скажите, а документ вообще мы имеем право публиковать? Он же не секретный, правда? Нет, это не секретный. Дело в том, что в этом обвинении, что я вам зачитал, это они от первой до последней буквы переписали статью Уголовного кодекса, поэтому, в принципе, это открытая информация. Абсолютно верно. А самое смешное, знаете, что, может, вы не знаете, Возьмите обвинительное заключение некого Эйха. Был такой соратник Ленина Эйха, он, правда, сам посадил сотни тысяч людей и расстрелял. В итоге его тоже подвергли репрессиям. Так вот сравните, в чем Эйха обвиняли и Платошкина. Увидите поразительное текстуальное сходство, хотя то 30-е годы конец, а это 21-й век. Ну, хорошо, а какие доказательства? Про взрывчатые вещества, про поджоги, массовые склонения, ну и так далее. Что, чем располагает сегодня следствие? Ну, Андрей Викторович, я, прежде чем ответить на этот ваш вопрос, я еще скажу, что ему уже, в принципе, вменяется еще другая статья. То есть это я вам сейчас зачитал текст части 1.1 статьи 212, а ему сейчас меняется статья 207.1. В данном случае ему вменять, что он действовал мышленно, находясь в Москве, опубликовал изготовленную в Москве видеозапись селекторного совещания с ведущими представителями, возглавляемым им общественного движения. Который сообщал заведомо ложные сведения о незаконных мерах, принятыми властями Российской Федерации, а также властями города Москвы, по принуждению людей не покидать места пребывания, вызванных только тем, что больница не справляется с приемом посетителей. Посетителей не только от новой коронавирусной инфекции, но и от других болезней. А также заведомо ложные сведения о закрытии всего города, правых и виноватых, больных и здоровых в своих помещениях. Вот такой вот букет целый. Ну и какие доказательства, что все это было, а не придумано следствием? Вы понимаете, доказательства я сейчас не могу вам называть, какие доказательства приводит следствие, но в силу того, чтобы не разглашать данные, предварить нам следствие. Но дело все в том, что вот эти доказательства, которые они приводят, они все опубликованы в открытом доступе в интернете. Это, в принципе, все те выступления, которые Николай Николаевич делал на своем канале в Ютубе, на своей страничке в интернете. То есть он и не отказывается от этих слов. И он объясняет все вот эти фразы, что он сказал, чем он руководствовал. Но он призывал к массовым беспорядкам, это вот текстуально у Платошкина в его устах, из его рта выходил. Ничего этого не было? Нет, более того, в каждом выступлении он прям вот подчеркивал, я даже когда сам слушал время от премьевого выступления, мне даже иногда это ухрезало, что это слишком часто звучало, что только законными методами, только получив разрешение на проведение митинга, только законными методами. Потому что там иногда бывали какие-то горячие головы, там писали в интернете, вот-то что там, давайте соберемся без разрешения. Он говорил, ни в коем случае этого делать нельзя. Мы законники, мы не должны нарушать закон. Потому что если мы будем что-то действовать незаконно, тогда чем мы будем отличаться от тех, кто там сейчас какие-то погромы устраивает, ну, в других странах. Понимаете? То есть он даже вот иногда, чересчур часто это употреблял слово, только законно. То есть он делался как дипломат, это его профессия дипломат, и соответственно образ мышления. Не нарушать закон только языком, а не призывами, ну, ни улицей, ни хулиганством. Правильно я понимаю? Правильно. Еще вот хотел бы добавить, Андрей Викторович, что вот в принципе, если до недавнего времени мы как бы так старались, вот я, вот мой коллега, давать такие, ну, осторожные комментарии, все-таки потому что мы надеялись на благоразумие этих лиц, которые инициировали возбуждение данного уголовного дела и предъявили такое, ну, я считаю, жестокое обвинение, да? То есть представляете, вот, политик, доктор исторических наук, профессор, доцент, заведующий катетры дипломатии международных отношений, обвиняется вот, ну, просто вот в таком вообще, несуразности в такой даже, да? И все-таки вот мы надеялись, что здравой смысл, он как-то возобладает над желанием избавиться от неудобного оппонента, от неудобного политика. Но, к сожалению, этого не прошло, не произошло, да? И сейчас я вот, ну, высказываю свое личное убеждение, как бы, что однозначно дело политическое, потому что здесь политика, еще раз политика, а где политика, там, к сожалению, закон отходит на второй, то и на третий план. Ну, вот вы наблюдаете Платошкина на допросах, он офигевает от этих вопросов, сидят молодые люди, наверное, да, следователи, моложе, чем он. И вот спрашивают, вот то, что вы процитировали, в виде вопросов. У него в глазах Платошкина смех, испуг. Какая реакция у самого? Ну, у него реакция, удивленное недоумение, потому что, в принципе, он говорит следователю тому же, а что я сказал неправильно, вот скажите мне. Так, и что говорит следователь? Что сделала так, приняла такое решение, я считаю, что оно ущемляет права граждан. Вот скажите, в чем я не прав? Повысили пенсионный возраст на пять лет. Вот это ущемляет права граждан. Убедите меня в обратном. Естественно, следователь ничего сказать не может. Ввели налог на вклады. Преподнесли это как борьба с пандемией на банковские вклады, да? Ну, почему, если пандемия сейчас не борется, сейчас налог вводят тогда только с 1 января 2021 года, когда пандемии не будет? То есть это фактически использовали пандемию для того, чтобы еще раз, ну, он там слово одно сказал, взять деньги с народа. Он немножко больше, скажем так, порезче выразился. И в принципе-то он прав. И даже следователи, когда сидят, ну, возразить-то, собственно, нечем. Потому что он приводит те факты, которые опубликованы официально в СМИ, которые общеизвестны, и которые все-таки, ну, я думаю, что люди-то адекватно оценивают. Я вот боюсь, знаете чего? Следователи ведь не ожидали, что дело не секретное, и не может быть по таким статьям оно носить гриф государственной тайны. Суд они могут закрыть, но есть огромное количество адвокатов, граждан России, которые работают сегодня за рубежом. Во всей Европе, в Америке. Их можно привлечь, как они граждане России, но они адвокаты. С практикой зарубежной. И можете представить, какие интервью будут давать адвокаты, которые приезжают наши россияне оттуда, с запада. А в Америке мы видим, демократы побеждают. Слово демократия, да, это слово-то хорошее. Так вот, когда та демократия увидит эту демократию, ведь весь мир будет над нами издеваться над страной, над Путиным, над режимом Путина. Смеяться в голос, как это было недавно при деле Скрипаля. Но там-то история мутная, а здесь очевидная. Вот этот позор страны не предполагали руководители Следственного комитета, что он может совершенно спокойно общаться и с западными журналистами. Уже Нью-Йорк Таймс на первой полосе фотография Платошкина, еще какие-то газеты. Интерес-то колоссальный, он растет день от дня. А что там? И подогрел интерес кто? Депутат Государственной Думы от Единой России Федоров, который просто сказал, что на его глазах Платошкин призывал бандитов громить Тверскую в Москве, поделить магазин на Тверской, на зоны влияния, выносить все, ломая витрины и так далее. Это было недавно у нас на портале. Там почти полмиллиона просмотров, когда такие вещи звучат от Единой России, у нас подписка сразу вырастает. Мы 13 тысяч прибавили вчера за один только день подписчиков. Потому что у всех открываются рты. Вопрос один. Ну хорошо, есть сумасшедшие, есть люди больные, нуждающиеся в помощи психиатра. У нас все в стране есть. Но когда сумасшествие, внимание, переходит на несуетный обзор обсуждения всем миром, наше сумасшествие стыдно становится за страну, за ее политику внутреннюю. Аж политика арестовать была, Платошкина, предполагаем, и мы с вами. И самое главное, вот Андрон Кончаловский, да, не боится, потому что ему, слава богу, имя выдающегося режиссера его защищает, да и слова он говорил достаточно взвешенные. Но многие боятся. Просто боятся сегодня говорить о Платошке. Боятся. Они надеялись кого-то запугать таким образом? Нет. В подполье внутренние люди уходят. Я предполагаю. Никто уже никого не боится. Им-то власти все это было нахрена нужно. Вот мне по-простому объясните, пожалуйста, ради чего? Из Платошкина Невсона Манделу сделать? Ради чего они стараются? Андрей Викторович, я вот с недоумением думаю, неужели власть не может понимать того, что если дело дойдет до суда, и Платошкин начнет выступать в судебном заседании. Да, вот именно. Конечно. Это же трансляция на весь мир. Это будет позор для власти. Абсолютно. Конечно. Ну объясните мне, что происходит. Или сознательно, я уже допускаю эту мысль, некто Кириенко, он отвечает за внутреннюю политику. Мы говорим с вами политический арест, предполагаем, да? Может Кириенко сознательно в самом деле Путина сносит? Тот не разбирается в деталях, но занимает... У нас может быть все, что угодно. Я хотел еще узнать, что сказать, Андрей Викторович. Столкнулся с одной интересной ситуацией, что возникла необходимость, это в принципе ни для кого не секретно, по этому делу провести в стране защиты лингвистическую экспертизу. Ну, получить заключение специалиста. И я стал обзванивать людей, которые пользуются определенным авторитетом в этой области, специалистов, естественно, экспертов, да. И как бы в ходе разговора так или иначе приходилось говорить, что фамилия Платошкин, что вот это уголовное дело. И, знаете, некоторые эксперты вежливо отказались. Вежливо отказались. И один человек мне через свой секретаря просто передал, что он боится. Мне из деревни бабушка написала, Андрей Викторович, смотрим, бабушки в деревнях покупают сегодня телефоны, чтобы в интернете сидеть. бабушки. И мне пишет бабушка, я ваша ровесница, я 58-го года, мы вас всей деревней смотрим, но подписываться на вас боимся. Я большего комплимента, не знаю, признания не получал никогда от своих знакомых и незнакомых друзей моих зрителей. Это нормально, что кто-то боится, но ведь многие-то не боятся. Многие-то не боятся. Многие не боятся. Многие поддерживают, кстати, пользуясь вот случаем, если вы мне позволите, время вашего канала немножко занять, я хотел бы передать слова благодарности Николая Николаевича всем тем, его знакомым, его друзьям, даже неизвестным ему лицам, кто его поддерживал и продолжает его морально поддерживать в такое трудное для него время. Потому что, вот как известно всем, что друзья-то познаются, собственно говоря, в беде. Когда человек в славе, то всегда друзей вокруг много, а как с ним что-то случается, то друзья начинают как-то редеть ряды друзей. И только вот попав вот в такую беду, вот он на самом деле осознал, сколько вокруг него настоящих друзей, то есть тех людей, кому он не безразличен, кому он даже дорог, может быть, по-настоящему. Вот их оказалось просто огромное количество. Вот в адрес его супруги поступает огромное количество писем в поддержку ее мужа. Она читает каждое практически такое письмо, да каждое. Вот она передает эти письма мне. Я эти письма зачитываю, пересказываю Николаю Николаевичу, естественно, в той части, чтобы это не было расцелено как нарушение домашнего ареста, то есть там именно пожелание добра. И вот такая массовая реакция людей, причем людей, которые даже не знали его и до сих пор не знают, вот только по его выступлениям лично не знаком. Она все-таки вот внушает доверие, что много у нас еще людей, которые думают, где правда, где ложь, где вот справедливость. Скажите, а предательств много было, тем не менее, предательств? Ну, не предательств, чтобы Николай Николаевич кто-то предавал. Может быть, это потом дальше станет известно, потому что по делу ведь проходят следственные действия. Не исключено, что допрашивают, скорее всего, допрашивают каких-то свидетелей по делу. Ну, а вот эта вялая реакция Зюганова, там слова штук 20, что я сказал ему, слов, или 18 я насчитал, это как он воспринимает все? Ну, я бы не хотел сейчас или он другого не ждал от Зюганова? для Николая Николаевича, потому что я с ним эту тему не обсуждал, как он воспринимает. Понимаю, да, понимаю. Понимаю. Скажите, давайте вместе подумаем, как нам назвать ваше интервью? Вот я вам буду предлагать варианты, выберите любой. Вариант заголовка. Александр Обозов, адвокат Платошкина. Кириенко сносит Путина. Как вам такой заголовок? Ну, знак вопроса, только разумеется. Платошкина, наверное, слишком громкое название. Или вы, ну, это ваше интервью. Я хочу, чтобы мы сейчас с вами выбрали заголовок. Вот я сейчас со своими зрителями, вот как, у нас заочный диалог, да, мы все делаем вместе. Так рождается доверие. Мое к моим зрителям. Я вижу, что им это интересно и нужно. А их к нам с вами, значит, мы с вами говорим то, что им интересно и нужно. То есть, говорим правду. Вот давайте вместе придумаем сейчас заголовок для нашего с вами интервью. Можем резкий. Политический арест. Арест стал политическим. Вот предложите мне, вы уже сейчас, как мой зритель, как нам назвать с вами точнее ваше интервью. Очень интересное интервью. Я бы хотел все-таки, чтобы название интервью фигурировала фамилия Платошкина. А, мы нам пишем адвокат Н. Платошкина. И люди интересуются этим вопросом. Здесь Обозов Александр, это Обозов Александр. Мы ставим запятую и пишем адвокат Н. Платошкина. Поэтому все-таки я бы хотел, чтобы было название интервью его фамилия была бы. А как назвать? Ну, спектакль продолжается. Восклицательный знак две точки. Как вам такое? Или просто тихий ужас. Или идиотов становится больше. Или два дебила это сила. Ну, как вот так сказать? Иди, например, Николай Платошкин, чем может обернуться правдой. Ну, давайте так и напишем. Чем оборачивается правдой. Оборачивается. Держите нас в курсе, пожалуйста, Александр Алексеевич. Хорошо. Платошкину привет. Я его поздравляю. Из него просто Нельсона Манделлу делают. Об этом политик может только мечтать на самом деле. Знаете, я еще вот подумал. Андрей раз в неделю, если будем живы, нас не заберут воронки. Все-таки будем информировать общественность всего мира о том, что происходит в Следственном комитете. Спасибо, Александр Алексеевич. Спасибо за интервью. Спасибо. Спасибо.